У воспитанников Иркутского центра абилитации урок кулинарии. С поварским азартом готовят салат, которым угостят друзей и родителей. Даже нарезка овощей для детей – серьезное испытание. Но с таким упорством и поддержкой обязательно научатся. В другом кабинете делают открытки к 8 марта. Здесь нужны и мелкая моторика, и аккуратность. Такие маленькие победы в центре абилитации видят каждый день. Специалисты комплексно работают с детьми и взрослыми. Этому же обучают других педагогов, студентов и родителей. Правда, не все так просто. Как некоммерческая организация, центр постоянно ищет финансирование. Но радость детей затмевает любые трудности. Центр показывает свою востребованность. Причем нами интересуются коллеги из соседних регионов. Опыт такой интересный, потому что мы так как раз НКО, которые взяли весь процесс абилитации. НКО устойчиво тогда, когда у них есть как раз несколько источников, вариантов как раз выполнения своего бюджета. Потому что мы, во-первых, отвечаем за качество, которое мы делаем. Мы отвечаем за людей. А это ТОС «Наша Слобода». Возле пешеходного перехода рассказывают детям правила поведения на дороге. Из реквизита – куклы из собственного театра. Активисты – частые гости в местных школах. Хоть и люди все работающие, но свое дело любят. Каждый год показывают обучающие спектакли, устраивают праздники и участвуют в конкурсах на социально значимые проекты. Идеи активистов поддерживает весь район. Людям было все равно, потому что все заняты своими проблемами. Но когда увидели, что вместе мы можем решать гораздо больше проблем, гораздо лучше, то они увидели пользу. Сложно, но когда видишь результаты своего труда, это становится интересно. Помогать другим и не просить ничего взамен – отличительная черта сибиряков, уверены в ресурсном центре по поддержке НКО. Сейчас в регионе больше трех тысяч некоммерческих организаций. И трудности они переживают вместе. В ту же пандемию без помощи волонтеров и добровольцев было никуда. Поэтому Всемирный день НКО – повод вспомнить важность добрых дел. Когда человек вовлекается в работу некоммерческой организации, он вокруг себя видит гораздо больше. Он видит, кому нужна помощь, кому нужна поддержка. Есть такая тенденция, что некоммерческие секторы объединяются и реализовывают совместно крупные проекты. А ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций, естественно, в этом тоже принимают участие. В информационном плане, в консультационном. Поэтому неравнодушность – это отличительная особенность. Сегодня Иркутская область в десятки регионов по количеству участников в розыгрышах президентских грантов. Каждый год волонтеры создают новые НКО. И верят – добрые дела всегда будут в тренде. Захар Семенов, Иван Прокудин, Айс ТВ.